Взрыв на нефтепроводе под Ивано-Франковском, количество пострадавших выросло. В результате взрыва на нефтепроводе под Ивано-Франковском пострадали 9 человек. Часть за них находится в критическом состоянии в больнице, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской Ова Светлану Анищук, в результате этого пострадали 9 человек. Двое детей и трое взрослых, по предварительной информации, в критическом состоянии, с многочисленными ожогами тела, более 70%. Они отправлены в лечебные учреждения района и предоставляется вся необходимая помощь, рассказала глава области, по словам Анищук, еще четырем людям оказана необходимая медицинская помощь на месте. В госпитализации они не нуждались, известно, что происшествие случилось в 17 часов. В результате возгорания нефтепродуктов огонь распространился на частный дом. Вместе со всеми соответствующими службами работаем на месте происшествия. Причины трагедии, устанавливаются, добавила она, взрыв под Ивано-Франковском. Сегодня днем местные телеграм-каналы опубликовали фото и видео из села Стрымба, расположенного в 30 километрах от Ивано-Франковска, сначала была информация, что инцидент мог произойти на газопроводе или взорвалось что-то, связанное с нефтью. Позже в госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что вблизи села Стрымба произошел прорыв нефтепровода, после чего вспыхнул пожар. Мэр Надворной Зиновий Андреевич рассказывал, что пострадали пять человек. В то же время, по данным ГСЧС, количество пострадавших составляло шесть человек, среди них двое детей. Кроме того, в компании «Укрнафта» отмечали, что транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу остановлена. А обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работают правоохранительные органы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.